здравствуйте товарищи зрители канала объективный уголок нынче на повестке дня объектив у кс 1 150 1 еще более длиннофокусный чем предыдущий 73 года выпуск 73 30 83 серийный номер даже со знаком качества но несмотря на знак качества этот экземпляр все равно в наше время в наши дни он уже несколько не актуален в части применяемого здесь крепления и моя задача как можно догадываться что-то с этим сделать штатное крепление уже частично не комплектно может быть даже здесь есть следы напильник может даже не хватает каких-то деталей какие-то наоборот опять же не серийные ну как не крутить а все лишнее отсюда предстоит снять и дополнить вензоблок сторонним механизмом фокусировки в качестве которого выступит вариант от м с волна 3 впрочем наличие просветления здесь равно как и вообще оптики не принципиально отсюда действительно возьмется только механизм фокусировки при всей своей типичности задача имеет некоторые новшества поскольку мне нужно предусмотреть возможность установки готового объектива в переходник м42 пл причем формулировка в переходник весьма актуально поскольку непосредственно резьба м42 находится как бы в углублении причем довольно таки не маленьком однако в контексте того что перед нами телеобъектив на 150 миллиметров а механизм фокусировки довольно плоский то есть его можно сместить максимально вперед задача не представляется какой-то сверхъестественным как и ряд предыдущих работ текущая задача будет выполняться на основе как бы это громко не прозвучало концепции технология 2020 то есть максимальным применением различного рода резьбовых соединений чтобы не придумывать где разместить гайку как закручивать каким ключом где она будет располагаться в какой глубине какие-то боковые винтики нет итоговый вариант будет у нас собираться по максимальному количеству респ и фиксируется точно так же как был зафиксирован вот этот маленький хвостик на лензоблоке одним двумя боковыми стопорными винтами причем и вот это уже будет прям вот неким новым опытом автор планирует добавить некоторое количество резьбового экстрима и к механизму фокусировки сейчас вот скину задника покажу где это можно сделать и более того мне даже кажется что это вполне интересное решение так но здесь песочек поэтому любом случае разбирать разбирать как-то здесь не настолько необычно пружина как-то странно проходит непонятно вообще мне самого начала как увидел данный экземпляр значит волны 3 было впечатление что что-то с ней не так что-то как-то немножко не на своих местах детали тем более что весь задник он несколько перекошено стоит что намекает на какое-то количество колхоза в общем непонятно боковинка сбрасывается пружинку сбрасываем все скидывай сапоги скидывай кафтан скидывай какой-то сказки это было сказка про разбойное нападение так вот так уже нагляднее и так вот у нас частично разобранная волна 3 и ранее как поступал автор с подобным механизмом а использовал штатные точки крепления задника подгоняя отверстия на свежеподготовленные детали либо за одно движение сразу прошивал отверстиями и задник и деталь волны 3 чтобы все заведомо совпадало но подобный подход имеет свои нюансы и тоже по-своему хлопотный повторяйте его в первом или втором варианте но в принципе можно технология отработана но как человек которому интересно попробовать какой-то новый метод все таки склоняюсь нарезать резьбу вот на этой не окрашенной поверхности и место у нас здесь в распоряжении уже все замедлено немного не мало 4 миллиметра для наглядности на темном фоне это довольно много 4 миллиметра и при шаге в 0 5 место хватит не только для 5 6 полноценных витков но и для небольшого заглубления у самого торца под выход резца дабы все получилось опрятный красиво при заворачивании задника он своим торцом будет опираться на те же поверхности как и оригинальная деталь такая оригинальная деталь от волны 3 прижимаемая винтами по скромному мнению автора пожалуй самым сложным делом будет именно ровно и жестко выставить данную детальку в патроне поскольку на ней есть своя внутренняя резьба гликоидная есть много разных архитектурных излишеств а нарезание резьбы в свою очередь эта операция мало того что силовая так еще и здесь она будет происходить прерывисто потому что есть соответственно вот эти вот фрезеровки и прочее кроме прочего прочее кроме прочего необходимо подгадать так чтобы начало новой резьбы приходилось на какой-то более-менее стабильный ровный участок а не попала на вот эти фрезеровки потому что это на мой взгляд усложнит нам жизнь в общем много разных нюансов которые сейчас буду постепенно преодолевать и делиться с вами новостями на данный момент а это практически вечер уже в принципе токарить дальше будет не очень хорошо и есть некоторые новости во-первых здесь если обратите внимание либо перемотайте посмотреть был некий конический элемент так вот это все что от него осталось есть большое подозрение что данный элемент это всего лишь задняя бленда точно так же как у таир 11 имеется но чтобы не разбирать все остальное с целью проверить все-таки решил данный конус обрезать до резьбы и вернуть на место она как вдруг это все-таки гайка которая держит заднюю линзы вот не очень понятно на самом деле при внешнем осмотре гайка ли это или действительно что-то сугубо в общем-то почти декоративное чтобы не рисковать случайным выпадением линзы все лишнее перевел в стружку а лишнего практически все верни как отрезал все что было удобно отрезать остальное просто доточил здесь очень маленький неприятный такой винтик совсем маленький совсем неприятный в пользу того что это все-таки просто бленда была говорит то что данный элемент затянут в общем-то и не был он что открутился от руки что закрутилась опять же от руки до совпадения лунки под винт и отверстия под тот же самый винт вроде как на нем никакой нагрузки то и не было но кто его знает вдруг там просто зазор такой что линза сразу не выпало далее из сплава в 95 т1 частично подготовлена уже переходная втулка подлин за блок посадочная резьба с шагом 075 и несмотря на то что я неизвестно куда засунул измерялку шага резьбы вроде как на глаз уже вижу разницу между 05 и 075 самое главное отличить в общем-то 05 075 единичку поскольку никакой экзотики типа 06085 вот этого всего нас вроде как и не применялось пока во всяком случае не сталкивался чтобы она где-то был так линза блок выглядит в переходной втулке на данные детали предстоит конечно нарезать еще наружную резьбу чтобы вворачивать все в волну 3 здесь будет реализован по сути тот же самый принцип подстройки положения линза блока который был реализован на аналогичном корпусе для указ 1101 размеры данной детали взяты таковыми чтобы иметь некоторую гладкую часть которая зайдет в деталь геликоида там где ранее находился линза блок волны 3 зачем а чтобы была дополнительная поверхность по которой все это дело будет центроваться чтобы опять же подстраховаться от каких-то перекосов в общем в таком духе на мой взгляд какие-то специальные меры для фиксации линза блоков переходной втулки не требуется но по сути ничего сложного чтобы добавить допустим три отверстия под винтом 3 и этими самыми тремя винтами м3 намертво стягивать всю конструкцию по большому счету в условиях нынешних технологий вся адаптация объективов а сводится к изготовлению двух трех деталей без особо лютого краилово каких-то кусочков надстраивания наращивания просто нарезание резьбы по нужным размерам на деталях опять же нужного размера но вопрос в том что быстрее и проще ну знаете я тут наверное теряюсь что ответить однозначно поскольку в некоторых местах пожалуй проще было бы замазать всю эпоксилином и по нему уже сделать так говорится необходимые какие-то выемки уступки и прочее детали конечно становится меньше но они становятся все более изощренных форм все больше размеров на них приходится учитывать и делать не то чтобы сильно на глаз а прямо по штангенцирку спустя несколько дней готов вам представить сборочный комплект для укс 1 151 и не просто 1 151 а еще и совместимый с переходником м42 пл и соответствующими камерами однако данная совместимость мной отмечается исключительно как теоретически возможно почему так поскольку сугубо по размерам она все стыкуется бесконечность на canon 5d с переходником м42 имеется а стало быть теоретически должна быть и на пл но за неимением камеры с соответствующим креплением такового утверждать однозначно не могу пробежимся по особенностям тех частей которые вы сейчас видите линзоблок без принципиально больших изменений если не считать подрезку конуса с условной задней блендой и повторюсь теоретически этот элемент можно было не подрезать а просто убрать что сэкономило бы нам примерно ну примерно 1 миллиметр габаритов но ввиду повторюсь вероятности выпадывания задних линз при снятии данного элемента он был сохранен далее переходная втулка между линзоблоком и механизмом фокусировки эта деталь уже имеет три отверстия под винты м3 для фиксации оптики в корпусе чтобы произвольно сама не выворачивалась на финальных стадиях подгонки данная деталь была максимально уменьшена везде где это возможно механизм фокусировки в целях добычи всех необходимых миллиметров поскольку переходничок пл у нас имеет заглубленную форму здесь тоже были некоторые изменения самая центральная деталь механизма фокусировки уменьшена по высоте впереди и уменьшена по высоте сзади и конкретно в данном случае речь идет о двух выступах с направляющими пазами механизма фокусировки здесь у нас уменьшение произошло примерно на 1 и 5 миллиметра и принципиально можно было бы выиграть еще немного поскольку фактически вот эти направляющие планочки в пазах они еще далеко не выходят со своих мест и в принципе если сыграть на грани грани то действительно можно было бы отыграть еще немного но по сути это не столь категорически необходимо здесь нарезана резьба с шагом 0,5 миллиметра и и поскольку здесь масса различных фрезеровок красивых форм то по сути нарезание здесь резьбы превратилась в то еще приключение поскольку каждое попадание резца на торец любого вот этого технологического окна она приводила либо к подвижкам либо попытки детали сорваться и так далее и и практически сразу практически на первом проходе стало ясно что никакой абсолютно автоматизации процесса быть не может более того никакой сколько-нибудь быстрый резьбы здесь сделать не получилось поскольку опять же из упомянутых нюансов формы приходилось крутить патрон не только вручную но и резец подавать буквально по чуть-чуть пять сотых за проход одна десятая миллиметра за проход это были некоторые так сказать накладки так или иначе резьба здесь теперь есть и несмотря на все архитектурные излишества данная резьба очень хорошо ловится ответной резьбой стоять ответной резьбой в заднике корпуса и никаких соответственно замечаний форма задника продиктована формой переходника и как хорошо видно на фоне светлого стола у нас есть еще в запасе даже небольшой зазор то есть если у байонета камеры имеется некий фиксатор который теоретически может выступать в одну из этих прорезей то он может даже не будет цепляться у нас за торец корпуса снимаю теоретически какую-то мелкую стружку и так далее на мой взгляд данный зазор совершенно не лишний и крайне деталью которая еще не рассмотрена является декоративное кольцо которое у нас закрывает резьбу механизма фокусировки на каких-то промежуточных и минимальных положениях это по сути штатная деталь от волны 3 но ее пришлось основательно уменьшать по высоте в идеале такие вещи точится на оправке но как человек ленивый и рисковый обошелся без нее снимая металл буквально по чуть-чуть опять же по 1 десятый по 15 сотых так и набрал необходимо минимальную высоту сборка принципиально элементарная вся конструкция у нас на больших красивых резьбах и винты несущие функции не выполняют винты у нас выполняют только контролирующую фиксирующую функцию положение данных отверстий было отмечено заранее чтобы они оказались напротив каких-то более менее крупных массивов металла на детали геликоида здесь резьба размера м 1.6 шах стандартный во всяком случае шах стандартный относительно китайских метчиков шах соединительной резьбы 0 5 миллиметра закручивается довольно плотно как мне кажется от самораскручивания будет достаточно просто закрутить винты не подсверливая под них дополнительных лунок в частности и потому что подобное подсверливание приведет к засвинячиванию стружкой там есть некий вынужденный зазор далее наживляем защитный декоративный элемент прокручиваем чуть дальше чтобы осталась небольшая ступенька переходная втулка под оптику отлично заходит резьба прямо прямо шикарно кстати данные детальки две штучки из сплава v95 t1 и резать резьбу по нему просто на порядок приятнее чем по d16t это сплав более твердый и чуть более хрупкий как мне показалось в итоге стружка образуется мелкая быстро ломается не наматывается никуда и освобождает зону резания от себя ненаглядный в итоге все очень чистенько без заусенцев без задиров и резьба сама в конечном счете очень легко крутится и пока я говорил пропустил сказать один важный момент защитный декоративный элемент у нас выполняет роль контргайки если вы смотрели видео они слушали его на фоне то конечно обратили внимание на это действие как я подтянул гаечку после заворачивания переходной втулки если пропустили вот еще раз завернул за контролю а чтобы это дело опять же саму не раскрутилась на штатные детали остались штатные отверстия под штатные винтики их можно как вернуть так и не ворачивать мне кажется не сильно принципиально но чтобы конечно соблюсти комплектность для это дело сделаю наворачиваем всю конструкцию на ок а есть умеренно от руки подтягиваем и в принципе все сборка можно сказать окончена фиксирующие винты затягивать с фанатизмом огромной отверткой не только нет необходимости но и вредно поскольку если заживать присоединительную резьбу то хорошего из этого ничего не будет чуть-чуть прижать без фанатизма шаг резьбы м3 небольшой и даже казалось бы небольшое контрольное усилие но может привести довольно большой точечной нагрузки на кончик винта и повреждению резьбы даже сейчас хотя я закрутил буквально двумя пальчиками больше чем уверен что какие-то небольшие луночки винты себе продавили собственно говоря все сугубо демонстрационно еще раз переходник но его конечно для финальных проверок все равно сниму простая лаконичная конструкция и вся адаптация всего лишь две детали но данные две детали это довольно хлопотные сложные по форме и размерам штуковины изготовление которых у меня от него ни много ни мало от практически три дня не считая того что готовились и детали механизма фокусировки кстати механизм фокусировки у данного экземпляра перебран промыт смазан минимальная дистанция фокусировки чуть более полутора метров примерно как снимает диафрагмы сейчас открыт на стружке можно вполне посмотреть рисунок освещение сейчас фактически является контровым пара диодных лампочек вверху и три светильника над станком и объектив вполне справляется с таким потоком света фактически в переднюю линзу безусловно подобный проведенный краткий крайне 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 условный видеотест ничего ничего нам не показывает и действительные такие наглядные показательные свойства объектива сможет узнать только его будущий владелец регулярно применяя лома окс-1151 в видео либо фото практики еще больше раскрыть потенциал объектива помогут такие-то дополнительные насадки светофильтры да даже банальная бленда установленная на корпус сильно поможет расширить так сказать сферу применения в сложных условиях и получить более качественный результат по умолчанию здесь на корпусе нет присоединительной резьбы есть только сам корпус объектива с двумя выступающими винтами которые как и предполагалось являются частью так сказать условного примитивного способа установки бленды для аналогичного объектива на 100 миллиметров по крайней мере такая возможность отмечалась в переписке с владельцем оптики однако как вариант можно сделать сюда дополнительную насадку с классической резьбой и если делать сюда некую насадку под фильтры то это будет у нас в конечном счете резьба либо на 72 либо на 77 миллиметров сам диаметр корпуса примерно 72 и 4 десятых или пять десятых мне из-за ли издалека из-за камеры плохо видно принципиально можно сделать и резьбу под фильтры побольше 82 95 ну либо даже 120 миллиметров был бы подходящий станок и заготовка металла впрочем изготовление подобной штуки в мои задачи для данного экземпляра совершенно не входит у меня же на этом сегодня все спасибо за внимание и увидимся на канале объективный уголок что за видео выйдет следующим после укс-1 151 на данный момент понятия не имею возможно что-то велосипедное и что-то в